Доброе утро, дорогие друзья! Вот уже середина октября. Однако в Крыму это не особенно заметно. Потому что, ежели при должной сноровке, можно даже в море залазить. Чего я последние три дня, сегодня будет четвертый, периодически проделываю. Вода градусов 20, наверное. Ну и температура воздуха днем, где-то столько же, например, может быть, 21-22. Вот, пока солнце пригревает, а оно в Крыму весьма активное у нас, лезть в море, в принципе, возможно. Как только солнце исчезнет, начнутся дожди, там, наверное, уже будет не так весело лазить в море. Ну, в целом, кто думает по поводу Крыма, имейте в виду, что осенью купаться тут может. Тут весной как раз купальный сезон начинается не так, чтобы очень рано. Это вам не хургада, что называется. Здесь начинается купальный сезон, ну, даже в июне. В начале июня не всякий июнь располагает тому, чтобы прямо плавать, плескаться и кувыркаться. То есть, занырнуть-то вы занырнете, а вот долго в воде сидеть вам, скорее всего, будет не очень комфортно. Что касается осени, то теплая вода здесь довольно долго стоит, но весь сентябрь так точно. Поэтому не переживайте в этом смысле. Крым хорош, еще Крым интересен с точки зрения исторических всяких памятников. Но вчера мы с Федором, вчера был как раз день отца, мы лазили на гору. Около села Оборонное. Там такое есть укрепление Камара-Исар. В эпохе княжества Феодоро, то бишь, по сути дела, поздневизантийского периода. Хотя очевидно, что первые укрепления там появились и раньше. Штука в том, что это, пожалуй, самое панорамное место в Крыму. Если вы хотите, опять же, в Крыму посетить какое-то место с горами и потрясающей панорамой, то Камара-Исар ваш выбор. Не скажу, что оно поразит вас какими-то удивительными фортификационными сооружениями. По сути дела, там есть кусок стены, но он в стороне. И я его, честно говоря, не нашел вчера. Ну и потому, что мы довольно долго поднимались, уже времени не было, с тем делом. А вот основная, очевидно, башня и ее контуры, они там неплохо просматриваются. Но это, по большому счету, фундамент. Поэтому, если вы, особенно, повторюсь, не какой-то любитель византийской, греческой и римской истории, то, пожалуй, вас это не очень впечатлит. Хотя, если вы любитель Великой Отечественной войны, то там буквально в 30 метрах стоит такой небольшой импровизированный монумент с таким металлическим красным флажком, типа фрюгера, который собой знаменует наблюдательный пункт Приморской армии. Командный пункт даже больше того. Действительно, и для крепости небольшой, и для наблюдательного пункта это потрясающее место, потому что видно, ну, по крайней мере, всю панораму города федерального значения Севастополь точно. А город федерального значения Севастополь, друзья мои, это очень большая площадь, потому что в него входит куча деревень, ну, вот по которым из них, я по одной из них, я сейчас проезжаю. Поэтому, друзья, путешествуйте по Крыму, Крым это здорово. Ну, а после такого вот рассказа, как у меня дела, потому что иногда у меня спрашивают, как у вас дела, ну, вот я и рассказываю, как у меня дела. В смысле, бабах-бубух, никаких проблем нет. Бензин подешевел, опять же, потому что сверху сделали так, что бензин стал дешевле. До скачка цен он у нас был 57 рублей, потом он скаканул до 64 примерно, а теперь он около 60, 59 с копейками. Поэтому вполне нормальный. Но я, поскольку не водитель крузака, мне по большому счету такого уж дикчайшего удара по карману и 60 рублей за литр не наносило. Но, тем не менее, ну, вернее, 64 не наносило, а 60 гораздо приятней. Вот, все равно. Некоторая экономия. Ну, а кого напугали с материка, особенно с Сибири, подобные цены, те, имейте в виду, что в Южной России даже не берем полуостров наш чудесный, а если мы возьмем с вами Новосибирск какой-нибудь, или там Урал, то там бензин заметно дешевле, потому что я, когда на машине ездил туда-сюда, это все дело неплохо прочувствовал. Вот. Еще из новостей личных. Я понял, что в случае чего замечательным вариантом бомбоубежища, импровизированным, но при этом весьма надежным, является моя скважина. Потому что к скважине водоносной есть прияма. Это такая, ну, по сути дела, ямка, в которую вставлено бетонное кольцо диаметром, наверное, метра полтора. Ну, и высотой она где-то, ну, с метра примерно. То есть, в общем-то, если в тесноте, да не в обидии, по крайней мере, детей туда запихнуть можно. Ну, и я туда целиком влез. Вот. Двое взрослых, может, уже так не очень будет, но, с другой стороны, лучше в ямке, чем под бомбами. Бомб, правда, повторюсь, никаких пока нет, но если вдруг злые враги решат разнести бельбек и начнут массировано его лупить, а с их точностью еще и промахиваться километра на три, ну, чтобы у меня попасть, то у меня есть такая вот буквально из дверей вышел и спрятался. Там толщина бетонной плиты, вот такая примерно. То есть, если мы не берем прямое попадание, то все нормально. Ну, и все это вровне с землей, естественно. Поэтому в этом смысле я тоже в полной безопасности, друзья. Кто за меня переживал, друг, не переживайте. Ну, и в завершении, чтобы не только о себе, эгоцентрическим, чтобы мой блок не был настолько, мы с вами поговорим вот о чем в двух словах. Дело в том, что у нас часть нашего патриотического пула, назовем его так, такая неадекватно-патриотического, потому что в любом движении, в хорошем, в плохом, ну, особенно в хорошем, есть адекватные и неадекватные. В плохом там обычно все неадекватные, ну, тоже по-разному бывает. Кто-то все же лучше, кто-то хуже. Допустим, Арестович, который до этого выдавал какие-то трешовые совершенно заявления, он сейчас выдает довольно адекватные. Не скажу, что он прям выдает великие мысли, но что-то говорит более-менее соотносящиеся с действительностью и по поводу Украины, и по поводу России. Хотя это отнюдь не призыв на него подписываться, потому что, ну, говорит он вещи довольно тривиальные. Но для человека, который до этого нес нес несусветную чушь, это уже большое достижение. Но я вот о чем, что у нас, в том числе и какая-нибудь Шукшина и прочие, любят разгонять историю о том, что, ух, тлетворный Запад на нас свои тлетворные тлетворности распространяет. Но я вам хочу сказать, что миф о том, что вот на Западе все страшно любят гей-пропаганду, и у них это уже там в крови, это все бредок. Ну, потому что, например, показательно, есть такой сериал британский «Сексуальное воспитание». Ну, половое воспитание переводится. Это такой, знаете, американский пирог на минималочках. То есть, ну, если вы моего поколения человек, то я очень сомневаюсь, что вы американского пирога не смотрели. Тут, правда, следует разделять с одной стороны первые три части и самую последнюю, которая все в сборе, и то, что между ними. У нас ушлые прокатчики гнали то, что между ними, как американские пироги. На самом деле это спин-офф, и называется он American Pie Presents. То бишь, американский пирог представляет, да, представляете ли вы. Но это не совсем то, и классических героев там только из старшего поколения несколько человек появлялось, но не более того. Вот. Сексуальное воспитание, оно достаточно близко по своему посылу к американскому пирогу, но оно гораздо более беззубое и, в общем, на мой взгляд, скучноватое. Ну, так иногда я на него натыкался и там просматривал чуть-чуть. У знакомых в том числе. Так вот, последний сезон оказался полностью разгромленным со стороны зрителей. Что-то, по-моему, рейтинг 34% из 100. Ну, совсем плохо. Вот. А почему? Потому что они начали пихать много. Там и так была, в общем, определенная повесточка. Но это ладно. Действительно, там в большой компании, в какой-то школе, может быть, там один гомосексуалист. И, в общем, наверное, это даже интересно с точки зрения подачи сюжета какой-то. Но, ну, кстати, в «Американской пироге» в третьей части тоже была история с гей-клубом. Кто не смотрел, посмотрите. Она достаточно забавна. Но «Сексуал Эдюкейшн» в четвертой части решили ввести максимальное количество всяких персонажей. Там глухая бодипозитивщица-лесбиянка. И это я не шучу. Это правда. Ну, и прочие подобные кульбиты. Они зрителей, ну, оттолкнули, напугали даже, может, в какой-то степени. И зрители не захотели это смотреть. И Netflix пролетел, как фанера над Парижем. Причем речь не о зрителях из Восточной Европы, там, из какой-нибудь Венгрии. Более такой, в смысле, морали ортодоксальной. Или мусульманских стран. Нет, это речь про британцев, американцев и так далее. Поэтому истории о том, что там все стали такими вот прогейскими, это все, конечно, ерунда. Народ в целом, он примерно везде одинаков. Ну, где-то больше крен в одну сторону, где-то больше крен в другую сторону. Вон, знаменитого футболиста Роналдо приговорили к избиению плетьми в Иране за то, что он поцеловал в макушку местную художницу-инвалида, его нарисовавшую. Это дурь в другую сторону. То есть, понимаете, у иранцев так, у британцев, американцев, ну, Netflix сервис, все-таки американский в том числе. Мультинациональный в значительной степени. Но все-таки к западному миру относящийся. Так вот, Netflix-овцы, они в другую сторону поехали. И, в общем, сравнительно годный сериал превратили в помойку, ну, в сторону уже, так сказать, повесточки и инклюзивности. Вот. Ну, а истина на посередине. И обычный человек, он не впадает в какой-то ужас при слове гей, да, и не начинает биться в припадке. Но в то же время смотреть на это на 24 на 7 ему это не нравится. Критики, кстати, четвертый, по-моему, сезон этот новый поддержали. Сказали, что он а-ля Улю какой хороший. Но вот тут как раз нечему удивляться. Вот элита, вот эта тоненькая прослойка, то, что у нас интеллигенция отчасти называется. Культурная элита, критики, как хотите называйте. Они, да, они готовы действовать в неком тренде. Но основная масса населения, что в Иране понимает, что за поцелуй в макушку 90 ударов плетьми это какой-то бред. Что на Западе понимают, что глухая темнокожая будет позитивная лесбиянка, это тоже какой-то перебор. Поэтому все мы люди, друзья. Исход между нами зачастую больше, чем различий. Берегите себя, будьте счастливы.